Команда переживает непростое время. Новый тренер, плюс обновился состав сборной. Осталась часть опытных игроков, подтянулась и молодежь. Сейчас на поле 30 спортсменов, через две недели состав команды сократится до 24 человек. Попадут в сборную и перспективные молодые спортсмены. Впереди важные игры за рубежом. Начинается Кубок Европейских наций, первая игра в Мадриде с Испанией, потом 14-го числа, по-моему, игра в Германии с немцами. Будем готовиться к этим играм, будем побеждать. Тренер рассказывает, у него своя методика подготовки спортсменов и свое видение игры. Сейчас тренировки проводятся два раза в день в общей сложности четыре тренировочных часа. Во-первых, сильные люди. Во-вторых, игра порядочная. Здесь, в отличие от многих видов спорта, считается неприличным показать, что тебе больно. Не то, что там кататься и прочее. Здесь, на самом деле, когда игрок уже уходит, то ему, на самом деле, он играть уже не может в этой ситуации. И это как дурной тон считается. Воспитание мальчишек как раз через этот вид спорта – это очень хорошее воспитание настоящих мужиков в будущем. Потому что нет ударов из-под тяжка. Всего достаточно открыто. То есть здесь идет открытая мужская борьба, жесткие захваты. В феврале нашим спортсменам, или, как их еще называют, русским медведям, предстоит игра с испанцами и немцами. 7 февраля в Испании, 14 в Германии. Вообще, в мире регби считается одним из самых популярных видов спорта. За обладание Кубком мира борются сборные 99 стран мира. Но в финальную часть турнира попадет только двадцатка лучших. Елена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...